Доброе утро, друзья! Доброе утро, дорогие зрители! Продолжаем наш утренний эфир на канале Россия-1. Сегодня пятница, 9 декабря. И сегодня в нашей стране отмечается День Героев России. И совсем скоро в нашей студии появятся они, герои нашего времени. Ну а пока прогноз погоды. Карачаево-Черкесия преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 1-6, днём плюс 5-10. В горах местами 0-5 градусов. И на дорогах гололедица. В Черкесске без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 1-3, днём плюс 5-7 градусов. 17 декабря. Ярослав Запашный. В Кисловодском цирке. Спешите. Итак, 9 декабря – День Героев России. Этот праздник был учреждён в 2007 году. Вернее, не учреждён, а возрождён. Потому что своими корнями он уходит в далёкое прошлое, 18 век. Именно 9 декабря 1769 года императрица Екатерина Великая утвердила орден Георгия Победоносца. Им награждали тех, кто отличился особой храбростью и доблестью в боях. Вплоть до революции 17-го года это был праздник георгиевских кавалеров. Сегодня мы отдаём дань уважения тем, кто имеет высокие правительственные награды, носит звание Герой Советского Союза, Героя России, Кавалер Орденов Славы. За прошедшие годы в Карачаево-Черкесии немало жителей удостоены самых высших наград этих званий. Есть герои и сегодня, их немало. Их ежедневный подвиг не так заметен. Но, тем не менее, это настоящие герои сегодняшнего времени. И об одном из них наш рассказ. Марат Узденов в особом представлении не нуждается. Это известный спортсмен и общественный деятель Карачаево-Черкесии. С началом спецоперации на Украине Марат Узденов занялся новым видом деятельности. Он возит гуманитарные грузы на Донбасс. Побывал практически во всех регионах. Собранный груз, медикаменты, одежда, еду, питьевую воду Марат доставляет прямо на передовую бойца. Марат Узденов в помощь возил 17 раз. Везде бывал. Луганск, Донецк, Херсонская область, Запорожская область. Я везде возил, везде бывал. Жил в Мельтополе некоторое время, в Донецке, в Мариуполе. Ну, по всему фронту ездил. И на линию фронта выезжал. И за пределами был. И в Крыму жил, пока не заезжал туда. Есть там Джанкой, граница с Запорожской областью. В Армянске жил, это граница с Херсонской областью. Везде побывал. Всего 17 раз. Сейчас вот через несколько дней 18-й везу. А кто собирает эту помощь? Все до этого, все 16 сам собирал. А потом люди начали подключаться. Кто-то воду дал, кто-то шапки, кто-то носки, кто-то свитера. Народ, люди. Люди видят, чем я занимаюсь. Они мне звонят и говорят, у меня вот столько всего есть, куда привезти. Я им говорю, домашний адрес, они привозят. Мы там складываем коробки и оттуда уже возим в определенный день. Ведь это опасно. Почему вы сами возите? Я хочу убедиться в том, что именно моя посылка дошла до данного адресата. То есть, кому я хотел, куда я хотел, я убеждаюсь, что она дошла. Поэтому я точно сам привожу и сам раздаю. Мне это доставляет удовольствие. Но ведь это же опасно. Ну, опасно. Что делать? Дома сидеть. Когда у соседа беда, мы дома же не будем сидеть. Обратно Марат тоже возвращается не пустой. Из зоны боевых действий он вывез более 150 человек. За помощь жителям Донбасса Марат Уздинов был удостоен Всероссийской телевизионной общественной премии «Герой нашего времени». Он стал победителем номинации «Доброе дело». И сегодня герой этого сюжета Марат Уздин у нас в гостях. Марат, спасибо, что вы согласились прийти к нам. Вы буквально вчера вернулись из своей очередной поездки. Расскажите, где были на этот раз. Добрый день. Спасибо за приглашение. В этот раз я был в Запорожье, на берегу, на левом берегу Днепра, где находятся наши мобилизованные. Я им отвозил помощь гуманитарную, именно как в народе говорится, точечную. То есть посылки именно каждому бойцу, который из дома передавали. То есть на этот раз это бойцы, жители Карачао-Черкесии? Все жители Карачао-Черкесии, да. Это мобилизованные, добровольцы и профессиональные военные. Кто они? Ну там были стресс-четвертая бригада все, были офицеры, были контрактники и были мобилизованные. Были, да? Которые с 21 сентября начали мобилизоваться. Они все были там. Ну что ж, они настоящие герои. Но согласитесь, Марат, вот для того, чтобы сказать, что сегодня ты герой нашего времени, не обязательно держать оружие в руках. Вот вспомните, два года назад, да, пандемия коронавируса, наши врачи, ведь они тоже были героями, правильно? Конечно. Да, и сегодняшнее время, когда такова ситуация, что нужны подготовленные бойцы, которые умеют профессионально защищать Отечество, я думаю, что героями являются и те люди, которые занимаются их подготовкой. И я хотел предложить вам посмотреть сюжет на эту тему. Давайте посмотрим. Сейчас будем отрабатывать элемент подхода к укреплению, к зданию и работа, контроль из-за угла. Эта группа молодых людей в камуфляже изучает, как правильно проводить зачистку помещений. На базе спортивного клуба «Калибрит Черкеска» проходят занятия в рамках курса молодого бойца. Такая идея пришла в голову руководителю клуба Марку Кириенко с началом спецоперации на Украине. После объявления частичной мобилизации такое предложение стало более чем актуальным. Поскольку у нас спортивный клуб «Калибрит Черкеска» по воспитанию молодежи, молодые ребята, которые приходят, мы принимаем в клуб с 14 лет, я их готовлю к прохождению службы вооруженных сил. На сегодняшний день у нас два курса. Однодневный курс – это просто медицина, так называемая тактическая медицина, показание самопомощи и помощи пострадавшему. И сейчас мы организовали еще трехдневный. То есть это более углубленный курс. Подготовка большинства запасников оставляет желать лучшего. И речь не о физической форме, а о специальных знаниях, которые в мирной жизни не востребованы, но отсутствие которых на передовой может иметь фатальные последствия. На базе клуба мужчины учатся владеть оружием, ползая по-пластунски, прочувствовать местность и оказывать первую помощь при ранениях. Марк Кириенко – в прошлом боевой офицер. Тренерская команда в его клубе состоит из таких же профессионалов военного дела. Почти все инструкторы служат в спецназе, прошли многие горячие точки. Так что недостатка в учителях, которые способны провести курс молодого бойца, нет. Они скрывают лица и о себе говорить не готовы, зато могут научить тому, что точно пригодится на передовой. Чуть-чуть надо подальше, подальше от открытия, да? Корпус вперед, корпус наклонить вперед, локоть максимально прижат, вылазит только пальцы и часть головы. Подготовка в калибре – это не курсы самообороны, которые мог бы ввести, например, опытный спортсмен. Это система выживания в специфических условиях. Когда телом наклоняешься, если тебе резко нужно уйти, то получается раз, оттолкнуться, все, ты ушел. Страх – это нормально, но его надо научиться контролировать. Пройдя курс, человек не станет супербойцом, но получит необходимые навыки для того, чтобы в условиях войны или экстремальной ситуации повысить свои шансы на выживание. Я всегда говорю, что процент выживания вашего экстремальной ситуации равен проценту ваших навыков. Потому что мы устроены таким образом, что в любой экстренной ситуации первый орган, который у человека отключается – это мозг. И не имея навыков, как бы вы там не были осведомлены, сколько вы литературу не прочитали, вам это не поможет до слова совсем. То есть у вас не будет времени вспоминать. Вам нужно, что называется, безусловный рефлекс. Чисто. Проверка здания окончена. Инструкторы отводят ребят в сторону и объясняют, что было сделано правильно, а что нет. Бойцы устраиваются на привал. Некоторые охотно рассказывают о себе. Кто-то из них раньше служил в армии, но хочет лучше подготовиться к современным боевым реалиям. Кто-то впервые взял в руки автомат. Вот Ярослав. Учится в девятом классе в одной из школ в Черкесске. Но уже сейчас понимает – он мужчина. И его воинский долг никто не отменял. Чтобы получить определенный опыт, знания, как-никак 18 лет в армию пойти полезно будет все-таки. Валерий – простой рабочий. В армии не служил. Но все военные навыки имеет. За много лет освоил их в клубе. Теперь помогает другим. А заодно усваивает новые знания, которые могут пригодиться на передовой. Мне не хватает навыков медицины. Именно медицины, оказания первой помощи. К сожалению, я ими не владею. И на данный момент у меня цель – такими навыками обзавестись. Видел видео, много обучающих. Но видеть – это одно, а пробовать – это совсем другое. Тактическая медицина – это продействие на поле боя. Если ты порезался в помещении – это одно. Но если в тебя попадет осколок на поле боя – это совсем другое. Жгут зажимается в зубах и накладывается себе. Заживай, если вы себе оказываете, сразу выключите пульс. Пульса нет, и дальше будет хорошо. Если знаешь нюансы, проще выжить в определенных условиях и сохранить жизнь не только себе, но и своему боевому товарищу. Раненому бойцу может потребоваться перевязка в положении лежа или, например, перевязка через все тело. Эти приемы нужно не только знать, но и отрабатывать. Другого выхода нет. Это мне нужно для того, чтобы в случае, когда я буду выполнять свой долг, смогу правильно оказать некоторую первую медицинскую помощь. Многие из нас могут попасть на фронт, и к этому надо быть готовыми, говорят в Кубе Калибре. Часть из тех, кто заканчивает сегодня курс молодого бойца, собирается отправиться добровольцами в зону боевых действий. Защищать свою родину с оружием в руках для них вполне естественно. В кусты прятаться никто не собирается. Это мой священный долг. В принципе, как я считаю, это любой мужчина обязан защищать свою родину. Потому что, если сейчас мы не будем этого делать, то враг придет к нам на родину, и мы уже будем воевать на своей земле. Конечно, пойду. А как иначе? Я не понимаю тех людей, которые атаковали верхний Ларс, грузинскую границу. Для меня это неприемлемо морально. Потому что мой дед, мой отец прошли войну. И как я буду вообще смотреть в глазах своим родным после такого поступка, если я куда-то скроюсь. Но жизнь зато сбережу. И жить с позором. Но это тоже не выход. Я считаю, не выход. Придет повестка. Вы пойдете защищать его? Обязательно. Но вы можете отказаться? Нет. На курсы спортивных клуб Калибре может записаться любой желающий. На вопрос, до какого срока будут вести занятия, нам смело отвечают. До нашей победы. В том, что Россия победит, здесь никто не сомневается. Согласитесь, Марат, что можно с полной уверенностью сказать, что Марк Кириенко настоящий герой. Потому что он занимается в свои выходные, тратит свое личное время. И денег за это не берет. Да, да, я согласен. Марк Кириенко капитальный красавчик. Но дело в том, что, дорогие зрители, у нас не только мужчина настоящий герой, наши и женщины таковы. Как раз-таки такая героиня сегодня у нас в гостях. Так присоединилась к нам знаменитая Аклима Гачияева, глава фирмского хозяйства «Семья». Женщина, которая не боится говорить правду. Воспитала троих замечательных детей. И старший сын, Магомед, ваш самоначал находится на спецоперации. Аклима, а как так случилось? Он военный? Да, он военный служащий. Он сперва был в Сирии, на Украину. С самого начала, да, поехал? С самого начала он поехал туда. Многие матери пытаются отговорить своих сыновей, потому что они понимают, что это опасно, его могут ранить, не дай бог убить. А вы отговаривали своего сына? Честно, не очень, но он не слушался. Он не слушался, он говорил, кому-то надо служить. Он у меня вот такой. Потом я сама тоже подумала, он должен служить. Я ездила к сыну. Прямо туда? Прямо туда ездила. Даже с внуком ездила. Да вы что, с внуком? Какая отважная женщина. Вы не побоялись? Нет, он скучал уже 5 месяцев, не видел. Он своего отца думал, а вдруг он его забудет. И меня все ругали. Как ты не побоялась, поехала? Как я буду бояться, если у меня там сын? Как можно бояться? Честно, я вообще не понимаю. Ездила туда. Он ехал прям груженный. Я его остановила, если сказать правду. Села в его машину с внуком. И поехали в часть туда, где они заезжают, где откуда выезжают, и отправляются. И вас пустили? Нет. Я там слез, он туда заехал. Мы его ждали, как он... Я прям на границе стояла. Я даже это не могу вспоминать. Он уехал туда, а я осталась там, на границе. Плакали? Конечно. Я... Не то что плакала, кричала там. Ну, когда там рядом, я расстроилась. А потом смотрю на всех. И всех жалко мне. И сын тоже плакал. Есть у меня даже, как видео, как он плачет. Ему два годика не было, но он знал, что отца... Мы думали, боялись, отца-то отвергнет. Он как в опнимку. Три часа, когда мы приехали, он не спал. Приехал, лопнял отца и не спал до утра. Поэтому меня вся родня ругали. Почему ты так горячая, точка там туда... А я говорю, у меня аж там сын, говорю. Я не боялась. Мужественная вы женщина. Да, я была там сама. Там у нас находится настоящий мужчина. Все, у кого не хватило этого духа, они не поехали. Поехали именно те, у которых есть дух, есть патриотизм. Это не те, которые на машину наклеили наклейки и в нужный момент снимали где-то на границе. Это те, которые в сердце у них, и буквозы, и буквовые, и все у них в сердце. Там находятся настоящие мужчины, настоящие патриоты нашей Родины. Вот тяжелые сейчас времена, но они как раз таки и показали, что есть у нас среди мужчин, среди нашей молодежи именно настоящие воины, настоящие мужчины, на которых мы можем во всем положиться. Есть, есть. Есть, и мы гордимся, что они есть у нас. И мы всячески должны помогать им. Да. Чтобы у них не было никакой нужды, они поехали защищать нас. Мы должны организовать им то, чтобы у них никакой нужды не было. Это наша обязанность, любого, любого чиновника, особенно чиновников, это их обязанность обеспечить людей, которые за них там находятся. Да. А наши чиновники как-то помогают? В этот раз помогли. Помогли в этот раз. Очень сильно помогли. Да, вот теперь наши военнослужащие, которые там находятся, они находятся в тепле, они находятся, они наконец-то едят горячую пищу, сами готовят, мне видеоролики представят. Марат, а что это были за посылки? Можете рассказать подробнее? Могу. Посылки были собраны шестым полицейским классом села Терезе, пятая школа, Малакальчайского района, и они же написали письма военнослужащим. Вот я отвез их посылки, посылки родителей, именно кто там был, все родители отправили посылки, каждый своим детям, все, что необходимо, и раздал всем письма. Писем не хватило, кстати. Не хватило, да? Мало было. Очень мало, чем было там военнослужащих. Но и солдаты читали? Читали, читали они, читали, да. Их командир сразу признался, что он плачет, когда читает письма, получал, он говорит, я плачу, говорит. И у меня не один раз такое было, что я плачу. Вы тогда искали печки вот такие автономные, да? Да, и сегодня, на данный момент, я сижу здесь, мой человек в Москве покупает эти печки, еще 25 печек. Позавчера я в Ярославле купил 8 печек. То есть я их собираю, их очень трудно. Кому война, кому мать родная, сейчас же бизнесмен, выкупают в магазинах и 10 дорого перепродают. Одни перекупщики, Россию. Вот их надо насильно брать и туда отправлять. Вместо военкомов я так поступил бы. Здоровая мысль. Да. Да. Я везде вижу, читаю, да, многие жители постоянно обвиняют вооруженные силы и так далее. Вместо того, чтобы помочь мобилизованным, они начинают говорить, вот эти военные, я виноватый и так далее. Я обращаюсь к жителям Кача-Черкесии. Либо говорите благое, либо молчите. Помогайте мобилизованным, если можете, если не можете, просто ничего не говорите. Сейчас не то время определять, виновного или невиновного. Виновные потом после всего этого ответят за свои деяния. Сейчас надо помочь, самая большая задача стоит, помочь нашим военнослужащим, чтобы у них все было в достатке, чтобы они ничем не нуждались и защищали достойно нашу Родину. Вот это главная задача. А кто виноват, потом уже будем разбираться. Последний раз мне прислали список, четыре списка прислали, именно это четыре роты, четыре роты, мобилизованные из Карача-Черкесии, и там очень большой обширный список. Я его вчера ночью напечатал, в один список большой, и там очень много нужды, оказывается, есть еще, которые необходимо закрыть в этом году, чтобы у них уже все было в достатке, и они не думали ни о чем. Сегодня, когда мы отмечаем День Героев России, у нас есть возможность поздравить с этих праздников всех, кто причастен к защите нашей Родине. Что бы пожелали вы им, Марат? Пожелал бы терпения, в первую очередь, всем, кто там и кто здесь, ждет своих. И желаю, чтобы скорее все это закончилось, и все вернулись домой с живыми и здоровыми к своим семьям, к своим родным, и чтобы была мирная жизнь. Я тоже желаю, чтобы они своим родителям возвращались домой. Тоже не буду повторяться, чтобы целыми, невредимыми. Дай Бог, чтобы все благополучно приехали, и чтобы победа была за нами. Спасибо вам, дорогие гости, спасибо вам, Аклима, Марат, за ваши золотые слова, за ваши добрые сердца. Я думаю, Господь нас услышит. Пускай наши сыновья возвращаются домой быстрее, живыми и здоровыми. На этом наша программа подошла к концу. Я прощаюсь с вами, дорогие зрители. Желаю вам хороших выходных. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова